Перед началом этого видео я хочу поблагодарить наших спонсоров, а особенно это касается великих спонсоров, а именно Пузи Ратор, Сергей Мавроди, Алексей Жирбак, Алексий, Реклама, Микс Воин, Данил Молостов, Острых Бол, Ишпадедги Ифл, Берсерк, Кромоуз Гоу, Уэзерми, Кэмп Тристри Рус, Арчи, Генак, Ати Лагун, Бикой, Версаль Эр и Райнер Саркоза Фон Рихтер Если вы хотите тоже попасть в эти списки, а также получить другие классные бонусы, то можете оформить спонсорку по ссылке или кнопке в описании Привет, я Эмбра и наша компания наконец-то за Советский Союз продолжается и у нас началась еще война против западных держав Япония с ними уже давно воюет, пора ей помогать, ну естественно мы с ней сейчас будем союзниками, ну конечно не в одном альянсе, но мы самые настоящие союзники, враг-то у нас один Так вот, разберемся мы с американцами, британцами и остальными, там вот французы, ну их быстро сейчас уберем И после этого всего мы будем уже сражаться против Японии, вы что думаете, я ей по приколу Северный Сахалин отдал? Нет, это самый настоящий повод с ней повоевать, есть конечно Южный Сахалин, за него тоже можно повоевать Но как бы Северный Сахалин уж прям вот тут уж все поднимутся, чтобы вернуть его, так что многоходовочка, понимаете? Кстати, насчет этих самых союзников, они на самом деле были готовы к этой вот войне, потому что, смотрите, это высадка А высадка так быстро не могла подготовиться, они явно держали здесь уже подготовленные высадки, то есть они знали, что будет война Ну, на самом деле это было очевидно, но иногда бот не понимает, что сейчас его собираются захватывать А здесь, ну да, тут конечно ситуация такая, что кто если не мы будем захватывать союзников? Ну так вот, дивизии конечно мало, без штучки, поэтому они быстро подготовили Здесь вон немцы сейчас пытаются защитить нас от этой высадки, также еще желательно прикрыть здесь вот эти вот морские базы Потому что опасно, конечно, здесь фигачи нас будут прям конкретно, а рассчитывать на дивизии союзников своих, которые будут прикрывать морские базы Мне не очень-то и хочется, поэтому я начал делать 48 дивизий конницы, я конечно их поулучшил, здесь добавил еще одну каску и саперку Ну, потому что без нее никак оборонительные дивизии не сделать А здесь, кстати, заметил то, что тут никто не стоит, может пройдемся? А, стал, ха, ты какой, а? А, стал все-таки, ну ладно, ну так вот так вот сделаем, мы что-то пробьемся, да? В общем, это будет котел, но если, конечно, сейчас выбьем их отсюда, мы их выбьем 100% Все, проходим Так, насчет запада, здесь берем Данию, ее нужно обязательно взять, потому что это контроль пролива датского Здесь атакуем тоже, может быть здесь, конечно, типа котлаву что-то придумать Ну, давайте попробуем, может пройдем Ну-ка Ну, на самом деле, мне кажется, лучше сейчас просто атаковать сплошмя, а там уже как получится Хотя, что-то пробиваем вроде вполне неплохо, ну-ка, пошли Здесь еще у нас стоят железнодорожные орудия, советские Доры, так сказать Поэтому помогают пробиваться Ох, какая же у нас разведка хорошая, мы здесь просто все видим Радары не зря построил Такая-то информация нам, конечно, особо это и нужна, но пускай будет Радары помогают находить корабли противника и хорошо их сбивать Кстати, насчет сбивания кораблей, у нас тут уже результаты некоторые имеются Ох, 12 эсминцев Хорошо, сколько там всего у тебя кораблей, давайте запомним Ну, где-то 350 Очень много эсминцев, крупных кораблей не так уж и много И вряд ли они здесь в Ла-Манше находятся, потому что здесь в Мелководии Но, тем не менее, бывает все-таки эсминцы доловим Так что было бы неплохо их тоже позбивать Потому что мы же будем потом отправляться в Америку, а там уже крупные корабли реализовываются Так, ну здесь тоже хорошо пробиваем, все-таки танки есть танки А, здесь, ну пока попробуем, не, реально, если закатли здесь, ну конечно, если Швейцарию полностью окружить, это не будет котел для Швейцарии, потому что это ее страна А вот, если мы ее окружим, то все дивизии союзников ее, допустим, американцы, это уже для них будет котел Не, ну слушай, хорошо, проходим, ну-ка давай-ка сюда вот еще теперь, давай-давай-давай-давай Здесь тоже хорошо, ну а здесь как-то что-то красной колбочкой Но атаку я все равно не убираю, потому что мы должны здесь массировано наступать А, верхняя бульта капитулирует А, там насчет Африки, кстати, да, я же вообще не занимаюсь Африкой Я все переложил на африканцев, чтобы они тут, это, защищали свои земли по войскам Ну знаете, я вам дал бонусы на промышленность, на экономику У вас еще не было времени создать армию, что ли? Странные они какие-то, а? По поводу высадок здесь все нормально, нас не мучает А здесь мы пробились? Да, и здесь пробились Ну все, закрываем американцев, ну и норвежцев тоже, а главное американцев По поводу котла, ну вот здесь, кстати, пробьем, здесь он будет, да Да хотя, что здесь тоже, давай О, все, готово О, американских дивизий Да, хорошо здесь По потере можно посмотреть Ну, конечно, тут еще учитываются потери Японии Потому что мы вписались в войну, а она уже накопила 3 ляма потерь Мы 134 тысячи потеряли, но сняли британцам Ничего мы им не сняли Ну, очень мало, по крайней мере Мэнзиан больше нас снял Нормально Ну, в общем, стараемся Вон Францию мы хорошо Япония тоже больше сняла Мы 400 тысяч, а она 600 Ну ничего, сейчас немножко здесь поразбираемся И у нас будет топ по нанесению урона Пока мы 11% вклад в эту войну внесли Тут в основном одни японцы все делают Но я надеюсь, что мы все-таки тут и правда накопим хороший варскор И японцы много чего не заберут Здесь, кстати, это тоже котел по отношению к французам Американцы здесь есть Что-то я их не вижу Но французов уберем уже неплохо Так, давайте, закрываем это дело Здесь тоже атакуем Так, закупить нужно нефть Но давайте возьмем О, кстати, у Ирана по скидочке 97 единиц за две фабрики Выгодно Это нам нормально будет прирост давать? Эм, ну че-то как-то... Да, нет, растем, но не сильно Нидерланды уже капитулируют Данию тут уже почти взяли Нужно до конца их добить И до Копенгагена, пожалуй, пройдемся Ох, сколько здесь дивизий-то Мы их пробьем? Ну у нас три хорошие танковые дивизии, че? А здесь такая толпа О, даже Дор помогает или это... А, нет, это бомбардировка с моря Здесь корабли Причем не наши, союзные А, вот, немцы стоят Бомбят с моря здесь, конечно Такое себе Ну тоже неплохо Поэтому сейчас пробьем их Югославия там тоже капитулирует Насчет нее Здесь Ну, кстати Это ж если пройдем вот так Это может быть котел Вполне себе И по поводу Греции Здесь тоже неплохо проходим Я особо сюда не отвлекаюсь Поэтому могут наши дивки котлить Можем их терять Ну просто у меня Главное Вот западный фронт, кстати Попотеряем здесь Ох, сколько конвоев Ничего себе Нормально Французов теперь сбиваем неплохо Чуть позже я направлю наши самолеты На морские базы британцев Потому что корабли явно пошли уже чиниться А ну давайте это сейчас сделаем Так, здесь мы уже почти совсем практически закончили Часть самолетов я направил сюда вот В Грецию Часть направил на саму Британию И в Ла-Манш еще часть оставил Которые здесь далековато И до Британии не достают Здесь некоторые авиабазы я улучшаю Некоторые строю Некоторые чиню Потому что здесь что-то прям все плохо с ними Ну, побомбили сейчас немножко Ну, айсминец Да, мне кажется, профитнее пока что все-таки Ла-Манш бомбить Да, давайте на Ла-Манш и останемся Тут ситуация Ну, конечно, истощаемся конкретно Подожди Моторизацию поставить надо Но в целом все равно неплохо Этот фронт как бы на такой себе-то Он нас отправляет в Африку А мне Африка пока неинтересна Мне интересно сейчас сделать высадку в Британию По кораблям у тебя 228 Красивое число Но давайте его уменьшим 206 203 Ну, тоже красиво Ну, давай еще меньше Ну, чтобы прям вообще нормально было 172 Ну, это уже более-менее Но хочется, чтобы хотя бы Вот 150 Вот это и хочется Все, пора готовить высадку А коллаборационисты французские Через месяц у меня будут готовы Правда, оно уже и не надо как бы По этой причине Ну, ладно Разбивали тут мы, конечно, знатно Прям вот смотришь Аж душа радуется Ну, вот как так Британцы могли себе такое позволить Ну, что это такое Вот эсминец, да? Я тебя ждал Ой, линкор Не, ладно эсминец Ну, то, что тут как бы Линкорчик на мелководье пускать Ну, это, конечно, они Красавцы придумали Интересно Может, он отправлялся на ремонт И мы его Опа, поймали Эсминцы еще Конвой А тут что запряталось? Ну, эсминцы тоже неплохо О, линкоры еще Тяжелые крейсера Давайте теперь направимся Наши самолеты на саму Британию И еще поковыряем ее немножечко Также здесь стратегии работают Они, конечно, будут бомбить То, что нам не надо Это вот морские базы Но я не стал отменять Пускай все подряд бомбят Кстати, что-то тут Войска британцев Полудохленькие стоят Наверное, это все-таки Они плыли сюда И мы их Авиацией подбили Конвой Вот они Посеяли снарягов И людей тоже Вон, пополняться начали Да, это была переброска дивизий Которую мы хорошенько так понимали Высадка Да, они ее сделала высадку Да ничего, что делать нечего А, ну остров, да С острова Нашла куда делать высадку Поставил я сейчас на него 150 военных заводов Думаю, из дефицита быстро выйдем Кстати, атомная бомба У меня уже есть одна Может, шелохнем? Что-то по процентам 62 А нам нужно 75, чтобы бахнуть Ну, 63 Ну, по истребителям, да У нас с истребителем что-то беда Если смотреть на количество Истребителей британцев 9 тысяч, блин, а Так, ну, можно, конечно, Побольше сюда переслать Давайте сейчас вот так вот сделаем Я всю нашу авиацию Просто заставлю поотдыхать Ждем Ждем Все Они убрали свои самолеты Поэтому мы делаем просто вот так вот И Чпак 94% с половиночкой у нас есть Вот так вот Можно спокойно над ботом издеваться Лондон Минус И, в принципе, у меня больше бомб нету Бух, хорошо, камера Что же приблизилась по красоте Атомная бомбардировка Лондона Несмотря даже на всю систему противовоздушной обороны Соединенное Королевство оказалось не готово к нападению С 17.008 июня 49-го года Биг Бен отзвонил время в последний раз И растаял от жара взрыва По первым донесениям Букингемский дворец был полностью уничтожен С нахождения королевской семьи неизвестно Подтверждается, что Уинстон Черчилль выжил И намерен выступить по радио с речью Британцам совершенно павшим духом Жизненно необходимо вернуть волю к сопротивлению Или убедительно призвать капитуляцию Йоу, ха-ха, хорошо так Авианосец, два тяжелых кораблика Линейный крейсер Это гордость ВМФ Взяли ее, сняли И куча приятная такая куча конвоев Чего у тебя там? 146 кораблей Ну они уже явно небоеспособные Скорее всего в ремонте все стоят Хотя что-то мы их тут не сбиваем Наверное далеко отправил в ремонт Освобождение европейского пролетариата я уже взял Я взял фокус тот самый, который дает нам бонусы Против европейских демократий К атаке и к защите Ну как видите, как-то и без этого справились А вот насчет строительства коммунизма Пора уже им заняться Строительство коммунизма не обойдется без трудностей и преград Политбюро объединилось под руководством товарища Сталина И мы должны сделать первые шаги на пути к коммунизму Да, самые первые шаги мы начинаем делать Вот сейчас А вот эти вот войска зданий, которые освободились Оу, немцы делают выездку в Норвегию Знакомая ситуация Эй, войска в общем у нас здесь освободились Поэтому чё, они стоят, давайте их направим в Латвию Пора ее захватить А здесь чё-то как-то... Да, союзнички Но я думал то, что хотя бы в этой версии это исправят Ну просто почему здесь такая толпа стоит на территории Литвы А здесь никого нету Ну немцы, они только передвигаются сюда и идут Почему всегда не защищают Сузерена своего? Марионетки Ну и союзники тоже Они постоянно собираются друг у друга на территориях Но никогда не на границе со своим главным союзником Короче, тогда чё Давайте какую-то армию вот допустим вот эту направим сейчас вот сюда вот Беспредел какой-то, ну когда же это пофиксит? Ну как будто нет такого бага Ну это реально бага, это бесит на самом деле, люто Здесь стоят, дохнут, истощаются Здесь никого нету Я тут решил поковырять еще водичку Позабивали некоторую часть тут Я позакрывал уже некоторые колбочки, поэтому потери какие-то странные Ты чё, корабли еще делаешь? Странно Ладно, но проблемы сейчас все ввяются теперь обратно на Британию Можно еще раз бахнуть Подавать Бирмингему Опа И все, погнали высадку делать Жалко сюда вот, в железнодорожное орудие нельзя будет переправить Хотя вдруг можно Та ну бред какой-то Хотя вдруг можно Ладно, посмотрим Так, значит, сюда делаем высадку И, пф, толпень, тут одна дивизия стоит американская Ладно, дать проходить Сюда идем И вот сюда Так, прошли морскую базу, взяли Теперь пора нам атаковать Этим досюдовым И в связи с тем, что здесь у нас в Британии коллаборационисты третьего уровня Мы спокойно просто сейчас возьмем пару крупных городов И эти британцы капитулируют Удивительно, что здесь так много дивизий Посмотрите Офигеть Офигеть Давно такого не было Обычно делаешь выездку в Британию Здесь три с половиной дивизии стоит А сейчас их реально много Это чё, исправили? Хотя у британцев есть здесь куча территорий Где можно расположить свои дивизии Конечно, не сильно куча Но все равно Британцы находят возможности Не держать дивизии у себя на острове А тут прям толпень Я бы сюда бахнул батом, конечно, бы знал, что здесь такая толпа стоит У нас только 9 ядерных реакторов Долго делаем Ладно Эти красавцы берут и истощаются Молодцы Мы их даже выбили, всё толпует Прикиньте Наступление коммунистов продолжается Советские войска недавно заняли Лондон Парад победы был в торопях организован Красной армией Ещё до того, как были подавлены последние очаги сопротивления в городе Сторонники коммунистов спешно выдали списки известных антикоммунистов Советской военной администрации И на Трафальгарской площади был собран народный суд Чтобы покарать виновных Вперёд, товарищи Так, значит, сюда сейчас я дифики отправляю Пускай на Корнувле стоят А тут просто проходим Кстати Кстати А, да чёрт А сюда? Давай-давай, пройди-пройди-пройди Есть котёл, офигеть Не, ну прям в одну пробку хорошую Они, понимаете, они толпой ходили Нет им бы распределить войска по периметру фронта своего Нет Они стояли толпой Здесь сколько? Сотни с лишним дивизий Да это жесть Это что сейчас по потерям здесь будет происходить? Вы серьёзно? А, они капитальеры Чёрт, они исчезли Блин Я хотел их уничтожить Ладно, зато получили там снарягу и всё остальное с них Которая нам нафиг не нужна Я хотел видеть хорошее число здесь Потерь Они увидели Ну ладно Так, временное правительство в Солёном Королевстве Так, в принципе, коллаборационистов Ну, давайте, да Я раздарбливать не хочу Это Британию Хоть, да, тут можно, как коммунисты, повыделять Шотландию, там, Уэльс Но нет Пускай у нас будет Советская Великобритания С правителем без лица Ну да Ходечка у нас такая Ну, конечно, в Советской Великобритании нет управителя Хотя, на самом деле, если сделать не через коллаборационистов А через мирную конференцию То правитель будет Просто там разные назначаются Я здесь, кстати, тоже поставил на Средиземное море Бомбить Тут, в основном, конечно, конвои Асминцы небольшие Британские Вот здесь у них оставшиеся корабли По чуть-чуть разбросаны по миру А тут, кстати, он Союзничка нам тоже помогает А насчёт Норвегии Здесь немцы разбираются Погибка у тебя там чем? 138 Подожди, какой фокус ты берёшь? Укрепить национальный дух Угу У нас сейчас прирост фашизма будет И мне придётся бороться за твою политику Там, конечно, через решение Можно было бы коммунистов популярность повысить Но всё равно Прикольно, чтобы она вышла Взяла фашизм Так, значит, сейчас Что нам остаётся сделать? Ну, во-первых, по фокусу Куда мы выйдем? Я думаю, пора присоединить Танутуву Да, вот сейчас Ну, 49-й годик 1 сентября Пора начинать присоединение Не, кстати Железнодорожные орудия Точнее, Дора Это же мы их не производили Это немецкие железнодорожные орудия Офигеть Значит, можно их сюда перекинуть Ну, как бы Я просто не знаю Реально Это же махина громаднейшая Её по железной дороге перевозили А тут По морю И вот она плывёт Это сколько здесь конвоев нужно Чтобы это перенести И причём в ряд нужно выстроить Чтобы они создали железнодорожный путь И, ну, может, я что-то не понимаю Но это как бы Ну, странно, в общем А, я Свои подводные лодки не подключал Они стояли всё это время Здесь, на морской базе Кстати Дальности хватает Что мы сейчас сразу сделали Выставку из Британии в Америку Оп 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 А, нет Тут плохая дальность Сюда не достаём И сюда тоже А может быть нам сейчас Как поступить? Ну, во-первых, скорее всего Здесь есть подводные лодки Которые старенькие 36-го года Вот А если взять 44-го, допустим То дальности должно хватить Да, хватает Но Помимо того, что мы сделаем выставку Мы сюда вот Может быть, неплохо было бы Сделать выставку в Аляску Взять какие-нибудь тут дивизии Такие, чтобы они Не сильно были напиханы танками А у нас все с танками, да? А, ну вот 18 дивизий Легкие танки, конечно, все равно Они будут задыхаться в Аляске Ну ладно О, кстати, еще три штучки тут стоит Надо подключить Оп Оп И давай-ка в Аляску кинем ее Так Давайте сюда вот Направляю, пожалуй, другие дивизии Вот Вот эту армию А вот эти вот Я уже направлю туда вот сейчас На Дальний Восток Ну, пока пусть постоят Пока вот эти подойдут И тогда я их уведу туда вот И сделаем выставку куда-нибудь сюда Вот я же все-таки не зря здесь флот наращивал Ух ты, он все это время тренируется здесь Стой Опасно было Дальность позволяет Ну да, как раз До Анкориджа долетим Ну, Канаду тоже возьмем Пойдем на юг У нас 99 подводных лодок Которые с 44-го года Поэтому нормально тут хватит Значит, сюда вот Сюда ставим Сюда И сюда пока что ориентировочно Но вы пока вообще Стойте здесь Я так план просто начертил Сначала нам нужно подготовить высадку Сделаю ее я Опять же вот этой вот армией Давай-ка отсюда И вот сюда по стариночке Удобная позиция Здесь река сверху защищает Здесь Красморская база Рядышком Равнина А тут лес у тебя Обороняться попроще А атаковать равнину Тоже несложно Поэтому позиция удобная Единственное, что то Как бы севера Там прохладнее Когда инфраструктура плохая Ну ничего Мы-то ребята Он суровый С России Поэтому нормально Здесь котел образовался Закрываем Давайте его благополучно Так, что там подошли вы? Давайте сразу Я их уже отправлю Так, делать будем Высадку мы Кстати С плавучей гавани Я же там плавучей гавани Понаделал сколько? 24 штуки Вау Значит, давайте здесь Сделаем высадку Вот отсюда Хотя, наверное, может быть лучше Вот отсюда, да Чтобы быстрее плыть Хотя там в детстве Будут по-любому задыхаться стоять Ну да ладно И вот сюда вот Во Отправляйтесь Быстрее Далее Я хочу поставить Вот еще вот этим Тогда давайте Высадку с плавучей гавани Точно так же Отсюда Вот сюда Она будет нам помогать Со снабжением Питать в некоторое время Наши дивизии Потому что мы когда на стриме здесь играли Я даже с плавучей гавани Вроде как высадку В эту Британию сделал Но там моментально Началось тащаться И в итоге склеился Первая высадка у нас не получилась Как-то то ли сложнее Здесь стало делать высадки Из-за этого снабжения Там у нас то ли отсрочки Перед пополнением не было То ли какая-то фигня Просто у нас дивизии Сразу истощаться начали И сразу дебафы получили То есть уже пробить морскую базу Было невозможно Целой толпой А здесь Ну еще посмотрим С британцами-то ладно Ну как бы фигня была полнейшая Вот американцы Че у вас конечно по кораблям Корабли у них нормально Да и дивизий Хотя на всю Америку это маловато Но главное Чтобы нас здесь не встретили Корабли противника Но обычно 200 Нормально Чтобы нас не встретили 300 ладно Могут встретить Ну посмотрим Как повезет Верховный совет получил Формальный запрос От Туинского парламента О присоединении К советскому государству Они станут Туинск Автономной областью В составе РСФСР Добро пожаловать В союз товарищи Так ну а теперь Че мы делаем Ну давайте выйдем В штрафные батальоны Самое время Сделать штрафбаты Это очень удобная дивизия Они дешевле Чем обычные каски Но я их ни разу не применял Не знаю на сколько они хороши Но явно не хуже Чем обычные каски Но именно из низкой стоимости Может быть там профит Все таки есть хороший Такой Ну давайте возьмем И кстати да 48 дивизий Конницы Которые прикрывали Морские базы В общем я их сейчас Здесь поставил Как ты знаете Особенно нас не мучили Высадками Хотя я ожидал Что нас тут Задрыпают нормально Так Кстати это котел А нет не котел Ну сейчас Дойдем сюда будет котел А это точно котел Испансы он делают Высадку в Эверлайн Да Ну знаете Вы хотя бы пытались Уже неплохо На самом деле В этой версии Как-то боты Что-то более-менее активно Поступают в плане высадок Это мне уже нравится Конечно Да и тем более Советский союз Высадки делать Это вообще жесть Раньше что он сделал Там одну высадку Раз в год Но сейчас в этой версии Бот именно на Советском союзе Он прям хорошо Ими стреляет Так мы здесь Мы еще не подошли А мы только вон плывем Так сейчас у нас есть 46 дней из 63 Давайте я сразу поставлю Уже туда флот Во И вот эти вот Тяжелые корабли Нужно поставить На ударные соединения Чтобы если битва будет То они подключились Ну и здесь мы скорее всего Сделаем раньше Да она уже не Мария нет к Британии Она уже независимая Логично Британия Это вот Хотя че Британия живая Че-то они вдруг откололись А давайте сейчас еще возьмем Загородительные отряды Ну мы же как-никак Красная армия Кстати бонус Очень даже хороший Восстановление организации Плюс 10% Ну когда да Тебе дуло Собственные вояка В спину направляет У тебя и организация Быстрее восстанавливается Ну это как бы жизнь Это очень был бы хороший бонус Когда воевали он против Рейха Тут на самом деле Если все бонусы Успеть взять до войны То Рейх тебе ничего и не сделает Серьезно Плюс 10% Это огромный бонус К восстановлению организации А мы берем его только сейчас Когда этой Германии Уже там нету в помине Ну именно той Рейха Ну что ж Уже наконец-то мы сейчас Ох ты встал красиво Пошел вон отсюда Пошел отсюда Стоит блин а Ну добить то здесь Ну немножко а Че отступаем да Нафиг отсюда Не пробьем да Ой Танки отступают Вы серьезно Вынужден Ага Все пробились Там я просто ее использовал На Аляске Это вынужденная атака Вот пробить Немного немножко Сейчас нормально Все наконец-то Давайте сюда вот Кстати помню на стриме Да мы тоже делали выездку в Америку За Польшу Но было напряжено конечно Но тогда у нас не было таких Классных дивизий Поэтому тут другое дело Ну сейчас здесь Срочно нужно нам Так морскую базу взять Давайте Быстрее 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 Ну да здесь конечно Мы с этим истощением Очень долго передвигаемся Пока сейчас встанем сюда Тут уже вон дивка подошла Ушла Давай еще одна ушла Еще кто-то подойдет сюда вот Оп Здравствуйте Уходите Теперь вы тоже Ушли Молодцы Опа Готово Так И оборонять нужно Очень сильно Эту морскую базу Во-первых Ее нужно еще Тут понапрокачивать Вон еще на 4 уровня Ну и продолжаем Атаковать Так Насчет той Аляски Здесь такая вот ситуация Потихонечку проходим Танки благо у нас Легкие быстренькие Ох какой фронт красивый И здесь Дора Да Есть Помогает нам захватывать Аляску Кстати и Прада Неплохо так помогает Сюда вот направил я сейчас Наши самолеты Потому что там все равно Бездействуют Ловим конвой Еще корабли Тут кстати конвой хорошо Так американский Половить был Ну а здесь Из-за этого истощения Можем конечно Мы встрять немножко Хотя вот ситуация Вроде улучшилась Да Стало получше Но когда прокачаем Мы морскую базу до конца Там будет еще лучше Так вот сюда Сейчас еще пройдем И желательно Все-таки за реку пробить Это позволит нам Нормально защитить Морскую базу А то Знаю к чему приводит Я потерю Видели уже Так А здесь пробить Чуть не получается Здесь что нам взять Сохранить комиссарскую Организацию Военно-политические советники Ну здесь Конечно восстановление Дивизии еще плюс 10% Но это конечно жесть Ну кстати командного ресурса Прирост неплохой А здесь Атака национальной территории Максимум командного ресурса Плюс 50 кстати Это тоже очень неплохой Только бонус Максимум это поднять Но у нас восстановление Дивизии плюс 10% Отсюда есть Нам бы организацию Приподнять Но будет минус 10 То что мы получили Здесь мы здесь потеряем Зато организацию Сверху будет Поэтому давайте я возьму Пожалуй вот этот бонус Восстановление конечно Мы посеем Так Что-то мы тут задыхаться Начинаем прям конкретно А так Что может там не хватает Машинок у нас Хватает всего Их 3000 надо У нас 36000 почти 37 Тоже самое поездов касается Мда Так давайте здесь Лучше не будем тогда атаковать А то мы убиваемся Неприятно Нас здесь могут пробить Опасно Так давайте быстрее Достраивайтесь Сюда кстати Мондора тоже отправляется Смотрите Скоро подъедет Может вторую отправить Кстати А давайте еще вторую сюда Да и че и третью Не думаю что они там Много снабжения выжирают Че бы нет А помогают они Очень даже неплохо Кстати насчет снабжения Улучшилась ситуация Посмотрите на сколько На все 100% Это потому что Непонятно Мы не достроили морскую базу Но просто улучшилась Ладно У нас так-то в пехотных дивизиях Есть ротовое спещение Так и кстати В танковых тоже она есть Ну из-за того что Это жирная дивизия Тут она не особо-то помогает Хотя без нее Мы вообще бы здесь Не смогли бы играть Так ну сейчас В связи с тем что Снабжение улучшилось На все 100 Можем спокойно атаковать дальше Да Ну пробить через реку Мы все равно не сможем Ладно Давайте хоть сюда вот будем пробивать Оп Берем Монреаль Хорошо А сюда если будем вот так вот О Все Сейчас за рекой Пробьем сразу И будем с этой стороны атаковать Так погнали Теперь вот сюда Тут их удерживаем Ай да и пробиваем сразу Че париться то Вот Теперь давай-ка сюда А здесь атакуем вот сюда Оп Хорошо И это теперь у нас О Дора помогаешь Молодец котел Не хотели отступать Мы попали в котел Минус 6 дивизий Минус 7 кстати Канадцы и американцы Дора массировано Атакует Так Давай-ка сюда вот И сюда Ну берем еще Сейчас оттабуем Ох Здесь плотно конечно Мексиканцы Но все равно мы их пробиваем Все нажимай автоплан Погнали сразу атаковать агрессивно Больше сюда дивизии Перекидывать не буду Потому что истощение Уже 100% начнется Да и тут немцы Свои войска перекидывают Пока что давай Одной армией разбираться будем По поводу авиации Так Давайте Типа мы здесь построим До конца авиабазу Они конечно самолеты Тоже выжирают снабжение Но без них здесь тяжело будет Поэтому нужно поставить Истребители-штурмовики Че с Аляской там Стоят Добивайте уже Так Это дивка Давай атакуй сюда вот Очень медленно проходим А ну да Мы тут еще истощаемся Немножечко По поводу узла снабжения Я его здесь строю В Аляске Уже половина построена Ну пускай достроится Железная дорога Аж сюда вот еще проходит Поэтому желательно еще Конечно здесь построить Узел Ну так долго строится Это невыносимо просто 20 тысяч Ну ладно там хотя бы 15 Но 20 тысяч Стоимость производства Ну это Блин капец просто какой-то У нас кстати 10 атомных бомб Самолеты перекинем Надо будет еще шарахнуть По крупным городам Американским Конечно авиации у них тут много Ого По 30 тысяч Не знаю Пробьем ли мы Их превосходство в воздухе Ну посмотрим А пока я с вами попрощаюсь Спасибо всем большое за просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь на канал Скачайте моды на русском языке Наши группы вконтакте Ого Хорошо так Пишите там вопросы на стене Или просто делитесь интересными моментами Также ставьте колокольчик Включайте все уведомления Чтобы уже не пропускать новое видео Оформляйтесь по ссылке Чтобы получить классные бонусы А также играйте в мультиплеерные партии Или просто общайтесь На наших серверах в дискорде В ссылке в описании Ну что ж С вами был Эмбро Спасибо большое за просмотр До встречи